а теперь самое интересное представляете мы наше удивление когда мы приезжаем этот отель и я узнаю эту улицу это та улица на которой мы жили три года назад вот этом вот доме просто через дорогу я думаю это хороший знак нас вернула в ту самую же колею удачи колею дух он снова с нами а дух был невероятный а вот вы на мосту смотрите какие разноцветные домики красивые больше ты кричала сосиски мягкие я думаю это не комплимент чехом твердые как на как на око знаете там есть на заправках конечно же сейчас наше видео из праги будет отличаться от того которое было три года назад 2018 году потому что мы сейчас смотрим на все под призмой того что смотри я это помню мы здесь были и знаете что мы смогли вспомнить все три дня которые тут провели собирали по крупицам вспомнили все да вот так вот путешествие продлевает жизнь вот попробуйте вспомнить какой-нибудь день который вы прожили там два года в каком-то месте не выезжая 1 1 2 3 до в том-то и дело события запоминаются а тут у тебя события когда ты путешествуешь ты продлеваешь свою жизнь за три месяца путешествий тебя такое чувство что ты прожил уже всю жизнь и тебе хватит на всю жизнь очень не так что если ты завтра умрешь тебе не будет обидно потому что тебе кажется что ты уже столько получил и форсаж семья превыше всего он замен доминик на это поехал гуляем по праге как у себя дома планеты наш дом максим как тебе прага в этот в этот раз у меня фрага головокружить умереть собрался он все меряет только я прошел смотри четыре раза четыре километра смотри того моржик сегодня день какой-то просветленный обсуждаем идеи говорим о том что было бы мечтали да погода классные проснулся рано потому что не хотелось спать хотелось что-то делать залезай залезай да нет под него залезай нереальные требования эти значит да красиво удивление как будто бы ни разу такую ярмарка классная по моему самое крутое на ярмарках что ты можешь просто в одежных ходить смотреть и ни за что не платить ой как красиво ой как красивый продается никто ничего не купил за весь день да красиво воля нашла то что искала целую вечность сколько лет ты искал это что это угадаете привет здравствуйте всем это снова мы снова в путешествии снова в праге и чехии слова на рождественской ярмарке ну как же так снова 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 пьем белин твейн поднимай этот бокал за то чтобы эта кругосветка изменила все мир изменила чтобы люди стали другие первый в этом году первое там году снежок мы в праге короче мы уже давно что не снимали у нас столько всего произошло что я уже в харьков съездил меня уже на рейс не пустили я уже работу другую нашел и контракт на 2 поменял очень а две работы и а мы до сих пор все в чехии мы ждем визу канаду когда мне сделают наконец-то рабочую и мне и они за жены и визу жены тоже вот такие мы путешественники застряли в праге 20 декабря мы едем за визу сша во флоренцию извините что мы редко снимаем но у меня работаю реально дофига но шо мне снимать смотрите я работаю смотрите мне болит спина смотрите у меня шея болит ну и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так и живем, работаем, заказываем еду, утром ходим завтракать. Прага, Чехия. Чего-то ждем важного. Чего мы тут забыли? На путешествие. За что я люблю утро в нашей гостинице? За то, что я нахожу, иду по ковру, спускаюсь на один этаж ниже. Мимо такого вот листа, мимо старинной, старой, круглой лестницы. Внизу играет музыка, которая мне всегда нравится. Она всегда классная, часто новогодняя. Присаживаюсь на удобный диван со своим ноутбуком и заказываю кофе. Оплатим мы всего лишь в сутки 30 баксиков. Мы хотели, честное слово, показать вам еду, но мы не знаем, как это произошло. Вот как-то нет хопы и нет. Я не успел повалить этот момент, между тем, как я сел, собираюсь снять еду, и увидел пустые кирилки, вспомнив о том, что нужно было еду снять. В общем, тут был круассан, а тут был тост. А еще мы ели кашу. Но ее уже унесли. Вот еще кофе и водичка. Вот что мне нравится в наших утрах, то что мы с оттекаем круассанчиками с кофе. Есть офигенная овсянка. Я такую вкусную овсянку нигде в жизни ел. Да, вот, извини. Знаешь, я улыбаюсь? Потому что это овсянка из пакетика. У нас в Украине таких просто дофига продается разных вкусов. Как готовят? Ну, да, они сверху еще сливками какими-то поливают. Это место с деревянными столиками и, знаешь, какой-то невычурный дизайн. Вызветает, как модный штук. Просто не пытаются сделать по-модному. Мне это нравится. Простой кафе в Чехии, где сидят только местные. Если посмотреть направо, то направо через дорогу наш отель и постоянно ездят трамвайчики. Трамвайи такие красные, которые только... А для нас это налево. Единственное место в Европе, где ездят красные сахдеповские трамваи. Вот это так прикольно. Так это чехи продали в Харьков их трамваи нам. Это чешские трамвай. То есть у нас все в Харькове трамваи чешские? Да. И в Киеве тоже. А куда в Чехии столько металла? Надо почитать об этом. Но мне сказали, что это чешские трамваи у нас. Понятно, понятно. А чё ж они... Они старые продают, типа. Они чтят традиции, поэтому у них старый трамвай до сих пор есть. Ну у них они обновленные, ты обратил внимание. Да, они не хромыхают. Да. А нам продали старые. Что? Да. Чё это? Я не знаю. Чё сами на старых ездят? Ну видимо нашим понравились трамвайчики. Даже старые. Всем привет. Сегодня среда 8 декабря 2021 года. И сегодня один из важных шагов в истории нашего... Человечества. В нашей истории, да. Я просто получил свои документы обратно. Такая пастеизированная, да. И они нам пригодятся для чего-то очень важного. Смотрим, нормальный перевод. Несудимый, ты несудимый. Что там непонятно? Дипломы наши сказали уже на английском. Это что? Необъяснимо. Это твой диплом? Да. Да я хоть посмотрю на него. Посмотрю. Я его не видела никогда. Ребята, чтобы свой диплом несчастный забрать, который и так был у меня. Я просто его обратно отнес, когда на магистратуру подавался. Мне пришлось пройти через бюрократический ад. Ад. Знаете, вот худшая история, которую вы слышали про бюрократию в своей жизни, а вы застали там 90-е в своем возрасте, рассказы родителей. Я думаю, что они все-таки были не такие мощные, как моя история. Слушай, я думала у тебя диплом покруче, в смысле, круче, чем у меня. Мой диплом мне не нравится, картонка. И твой картонка мне. Почему раньше книжечки давали? Даже в кожаных обложках были раньше книжки. Это нужно объяснять человеку, который хочет 5 лет потратить на обучение в высшем учебном заведении. 5 лет в своей жизни, 4, в лучшем случае, как я. Я реально одумался. Вовремя. Я просто половину еще не доучился. Мы же в Таиланд уехали, я бросил учебу, чтобы не откладывать, даже на полгода. Вообще не жалею. В моей жизни все так впритык получилось. То есть все события, они вот так вот цепочкой там выстроились. И каждый месяц имел значение всему, что я делал и не откладывал. Не откладывайте ни мечты, не откладывайте свои мечты. Надеюсь, тебя слышно на фоне купе-машины, потому что... Уберите цепаты, не так просто услышать, так что вам придется набрать все. Эх, Прага, буду скучать по тебе. Мы вышли погулять, как обычно. В субботу у нас день, когда мы не думаем о работе, отдыхаем, расслабляемся, отсекаем все, что заставляет тревожиться и не отдыхать. За то, что во все, что мы делаем, было много смысла темы, может быть, этого и не понимать. Я не знал, что это за блюдо, вообще откуда оно взялось. Оля сказала, что я такое нашла, ты должен попробовать. Называется Кнедли. Оля, куда мы с тобой идем, а? На массаж. Ждем субботы. Оля, Максим, к друг другу говорим. У нас до массажа осталось два дня. Потом говорим, до массажа остался один день. А завтра уже пойдем на массаж. Да. Ну, блин, это же так клево. Тебе массирует все. Дни считаем, часы. Вот такая вот Прага повседневная. Куда ни поедим, везде красиво. Расстраиваюсь, так не хочется уезжать. Если честно, мне очень нравится в Праге. Зимняя Прага, она не холодная, хоть и без снега, но она такая... На душе тепло, даже без снега, да? Да, ну так красиво. Ну вообще, вот каждый раз в центр приезжаешь, и как в новинку все. Она из Таиланда. Да, похоже на тот. Вот, смотрите. Много людей сегодня. Массажер. Тепленький. Видите, у меня голова кружится. Я такой Винни-Пух. А я пятачок. Вип-рум фута-массасса. Вест-массасса ин Праг. Хи-хи. Слышите, давай, ступой. Лев, прикольно. Вообще, мне так нравится. Можно потратить. Круто. Блин, Максим! Не отвлекайся, а что ты нам выиграл? Две штучки? Где он? Ты шара, Максим, у меня такого не было еще. Это круто. Можешь много очков зарабатывать? Круто, круто, круто. Круто. Два осталось. Давай, давай, давай. О, 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 Максим, ты там делал уже три штучки заработал. Клево, клево. Они вылезают. Они вылезают. Просто мало. Я богач. О, да. А почему ты такая богачка на твою куртку не держит слуга? Смотрите, мне не отдала. Проверку прошла. Я подумала тебе отдать, а потом подумала, ты же не слуга. Ну, видите, я прошла проверку, говорю. Она до сих пор идет. Я просто попала в джек-пот. И оно, походу, до конца времени будет идти. Е-моё. Надо было просто прийти сюда, понимаешь? Тут уже люди на нас смотрят. Оно идет, оно идет до сих пор уже минуту, по-моему. Оно будет идти до конца, мне кажется. Еще минуту будет идти. Просто посмотрите, вон джек-пот. Я попала в него. Это единственный джек-пот, который здесь существует. Это какой же шанс? 1 на 15? Сколько это? В мосток джек-пот попало? Я попала в красный джек-пот. Джек-пот красный. Все, закончилось время, я не закончила. Жесть, ребят. Это как в три раза больше, чем у нас за две игры. Посмотри, просто посмотри сколько. Я в шоке. Бэщок, а не бэщок. А не бэщок. Не разбрасывайся. Деньгами. Я хочу сказать, что я когда увидел девушку, у которой было билетиков, меньше, чем у нас. Я подумал, что она сумасшедшая, столько денег тратит на это. Давай я теперь буду обмазываться. Давай. Смотрите. Я богатый. Много, много, много. Давай мы же все-таки обменяем их, а то вдруг у нас кто-то украдет. Посмотри, какие мы богатые. Никому не дам. Найти как надо, самосматривается. Ой, эй, 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 эй. Можешь меня помылить? Смотрите. Смотрите, я убежал, а он не видит. А я спрятался и стою тут, на улице. Она сейчас будет меня искать. Странная она, да? Что она делает? Странная она, что она делает? Оля, а я стоял на улице, я тебя видел. Я с ним знаю. Ты знаешь? Я же тебя тоже видел. Ты меня тоже видел? Как ты меня видел? Там ничего не видно. А я думала, ты на мужика засмотрелся. На мужика. И что там с ним? Красивый. Красивый? Когда-то был молодой, все девочки любили его. Не так, когда он стал богатым. И толстым. Пушистым мишкой. Просто случайный момент из жизни. В отеле. Забрал доставку. Идем. Дальше заказали. Она голодная. Она очень голодная. Минусы жизни не в Украине. Рядом нет госкошного магазина. Выкручиваемся, выживаем, как и может. Видите? Это соль с перцем. У меня походная. Лег с собой все это время. Наконец-то пригодилась. Упаковочка с орешками, но не соленая. Я такие есть не могу под фильм. Я их садю. Тяжело живется, понимаете? Мы так мало снимаем. Поэтому сейчас снимем, как мы едим. Вот суп. Под тай. Сприн ролл. Дома не работает интернет. Мне пришлось в 11 вечера выйти на улицу. Под дождем. Холодновато. И работать возле кафешки. Которая закрыта, но от которой есть интернет. Вот я вот стою на входе. Некуда даже ноутбук положить. У меня уже все позы перепробовал. Вот так вот, когда вызывают. Если хочешь продвигаться по карьере, никогда не нужно отказываться. Сейчас. Давай уже, проезжай. Мы ленджеробры снимаем. Снимай ленджеробры. Ну, Максим. Это 2000 какого-то года последнего. Ну, блин. Как ты так с лошадками? Да, вот. Знаешь, сколько ты лошадок? Да, Максим. Под капотом покупай. Давай, ну. Я хочу такой ручкой. Ну, так покупай. Купи мне, Оля. Купи мне, не было. Купи себе рейджеробры. Ты же зарабатываешь. Ты же работаешь постоянно. Где твои деньги? Да ты тоже все время работаешь. Это же удовольствие для души. Капа. Ну, шо, пришли мы на Красиво-Мэто. Пришли. Обожаю свою женщину. Она обожает меня по всему миру. Какая еще ты должна быть женщина? С которой никогда не заскучаешь. Настоящая женщина. Запомните? Женщину. Ой. Барабаны вошли в час. Вот кто не делает. Мужчины сейчас с игры занимаются. Приехала на маникюр в новый район. И вот через такой парк мне нужно идти, чтобы прийти в студию. Ну, не красота ли? Все в кортках. На улице плюс два. Почему бы не поделать фокусы с шариком в майке зимой? Прошел месяц. В этой уютной комнате много чего произошло. Уже не представляем своей жизни ни в этой комнате. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? Я вчера поплакала, сегодня у меня уже нормально, я уже готова уезжать. Оля, куда бы мы ни ехали, все время плачет, даже если это Флоренция. За день всегда причем. Не в тот день, когда уезжаешь? Я раньше обижался, думал, да что тебе не так, да что тебе не так. А сейчас уже нет. Ну, сейчас уже так, не обращай внимания. Ну, ты же понимаешь сейчас, что я просто люблю все места. И вот. Вот собраны чемоданы. Мои лондонские замечательные кроссовки. Мои дубайские носки. Мои закарпатские штаны. Мои киевская футболка и кофта. А это харьковская сумочка и лондонский брелок. У меня все время что-то с разных стран. Ну, кстати, сейчас не самые разнообразные варианты. Бывает у меня такое, что все с разных стран и ничего в Украине нет. Мне не сложно. У меня Харьков, Прага. Прождественская музыка. Это такая сказка. Здравствуйте. Да, на улице классно. Это наша улица, можно считать, наш уголочек. Тут мы прожили месяц, ходили постоянно по этому прешеходному переходу. Вот на Громоткове кафе, где только местные сидят, никогда нет туристов. Ну и там такая местная жирная еда и пиво. Отличное место. Вот, смотрите, там мы живем, отель. А тут мы всегда завтракаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим все, как всегда. Два порижа, два кроссана. Два латте. Два латте. Два латте. Такая вот менюшка небольшая, но вся очень вкусная. О, вот, смотрите. Овощ на каше с овощем. У них чего? Банан, банан это овощ. Смотрите, смотрите, смотрите. Нам принесли круассан. Это знаменательный момент, потому что мы его сняли до того, как все ели. Да, да. Мы обычно собирались снять, и никогда не... Когда нам приносили, мы на все мысли уходили, мы просто ели. Музыка включает. Последний комментарий в нашем видео «Депатриация в Израиль». Если вам кажется, что вам плохо живется, приезжайте в Израиль жить, и ваша жизнь превратится в ад. И это не шутка. Во все капслоком. Огромными буквами. Да. Я Оле говорил, пока мы не запутли, не говорит, что мы уезжаем. А то будет бесплатно. А Оля говорит, мы в тебе еврейской души. Так, платим в последний раз. Теперь можно открыть. Это наш последний день. Да, последний? Да, мы сейчас идем. Пока. Пока. Спасибо. Пока. Хоть мы и заплатили. Подарил нам кофе, но у них они сами его именуют. То есть там у них стоит кофемолка. В общем, идем за рюкзаками. А потом? Во Флоренцию! Во Флоренцию! Правильно, приехали. Ну что, ищем куда, но все по схеме наработанной. Беллита подходит под мои классные часы. У меня вообще цвет сегодняшнего сезона, это желтый. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. Продолжение следует...